всем привет меня зовут дмитрий мы сейчас строим вот этот дом я вам немножко расскажу о технологии и строительном процессе площадь дома 210 квадратных метров дом имеет два этажа второй этаж полумансардной имеет уличную веранду открытого типа да выполнен из газобетона на монолитной фундаментной плите заказчик долго подходил к строительству дома изначально разрабатывался архитектурный проект то есть отрисовывались все картинки и после этого уже было принято решение о строительстве был куплен участок в данном поселке после покупки участка мы встретились заказчиком и начали обсуждать конструктивное решение по этапам строительства и их технологий долго выбирали стеновой материал после того как все узвезли за и против остановились на газобетоне мы отдали предпочтение газобетону марки d400 так как его характеристики по теплотехнике проходит по московскому региону с большим запасом и дом получится более энергоэффективный фундамент монолитная железобетонная плита с ребрами вверх данный вид фундамента был спроектирован с учетом геологии данного участка и пожелания заказчика заказчик хотел избежать громоздких конструкций при входе в дом это высокого крыльца иметь минимальное количество ступеней чтобы попадать в дом как вы видите пожелали здесь все полностью учтены при устройстве монолитной плиты все коммуникации закладываются под плитой на стадии разработки котлована то есть делается песчаная подсыпка в ней укладываются канализационные трубы закладные под электричество воду и другие коммуникации после чего уже заливается плита на данном доме кровля выполнена мансардного типа утеплением по стропильной системе кровля выполнена из битомной черепицы так как она менее шумная и долговечна при устройстве теплой кровли есть ряд момент по монтажу который нужно учитывать это вентиляционный зазор между мембраной и уэсби он должен быть выполнен не менее пяти сантиметров так как кровля утепленная и должна дышать конденсат который идет снизу он должен выветриваться плюс плит и уэсби должны идти в разбежку и выполняться технологический зазор от четырех до пяти миллиметров вот при расширении плит уэсби чтобы кровлю не поднимала и не пучила этот дом расположен на участке таким образом что солнце с утра от заката до рассвета покрывает полностью всю кровлю и на кровле как в основном часто бывает на битомных черепицах образуется мох то здесь солнце прогревает полностью весь дом таким образом кровлю себя полностью просыхает и мух на ней не образуется при устройстве утепленной кровли мансардного этажа нужно использовать качественные материалы в плане пароизоляции и мембраны то есть материал должен быть качественной и выполнять свои функции более чем на сто процентов я бы даже сказал на 200 так как от этого материала зависит дальнейшая эксплуатация помещений при использовании плохих пленок в зоне утеплителя может образовываться конденсат который потом будет дальнейшем переходить на стены капать вам с потолка и на всю отделку коробка дома была построена несколько лет назад вот была сделана пауза так как финансово заказчика не позволяли сделать полностью и отделку и отделку фасада и внутреннюю отделку поэтому работы притормозились в 2020 году работы возобновились начались работы с отделки фасада кладка облицовочного кирпича выполнена на белую кладочную смесь кирпич имеет ряд особенностей то что он имеет флеш обжиг и разную цветовую гамму при кладке такого кирпича нужно делать подбор из нескольких поддонов то есть открывается сразу 5-6 палетов и раскладывается кирпич далее происходит кладка чтобы избежать пятен на фасаде за кладкой нужно тщательно смотреть и контролировать чтобы кладчик там не в нужный момент там не положил два-три кирпича одного цвета в одно место иначе эти пятна будут заметны поэтому желательно предварительно кирпич разложить на земле и после этого уже переносить эту кладку на стену а также особенность кладки на белый шов имеет то что шов должен быть полный если шов заглубить там в тело кирпича то цветную смесь практически боковым зрением не будет видно да то есть ее можно будет только разглядеть при прямом осмотре фасада то есть по диагонали то есть ее будет практически не видно и цветовая палитра как бы будет меняться также полный шов имеет ряд преимуществ таких как вода будет скатываться по фасаду она не будет попадать в пустотность кирпича тем самым фасад не будет отстреливать и отщелкивать при морозе и заморозках работа по фасаду на данном объекте заняла порядка 30 дней вот кирпич использовал здесь использовался двух форматов это 07 и 1 nf то есть 07 nf это основная кладка шла из него чтобы сэкономить по бюджету этот кирпич стоит чуть дешевле на всех углах дома используется кирпич 1 nf чтобы создавался вид что дом построен из целого кирпича при монтаже фасада заказчик решил дополнительно утеплить стены до использовать минеральную вату толщиной 5 сантиметров так как полка фундамента у нас позволяла это сделать изначально вынос фундамента был рассчитан под кирпич 1 nf но так как перешли на более мелкий формат это 07 до стала возможность вставить утеплитель соответственно фасад был утеплен между утеплителем и облицовочным кирпичом сделан зазор порядка трех четырех сантиметров и сделаны вентиляционные каналы в шве кирпича чтобы вентиляция проходила снизу и уходила в сторону софитов также на фасаде используется планкен это лиственница окрашенная в темный цвет придает фасаду более выразительный вид ну и немножко экологии дерева в данный момент в доме ведется чистовая отделка проведена вся инженерия то есть отопление электричество дом отапливается от электрического котла дом обогревается только теплыми полами конвекторов никаких нет дом получился теплый стены уже все отштукатурены идешь шпаклевка дальше будет укладка керамогранита и чистовая покраска стен площадь остекления в данном доме большое и теплопотери за счет окон существенные поэтому на окна нужно уделить большое внимание и здесь использовано более толстый профиль порядка семи с половиной сантиметров также использованы энергиоэффективность стеклопакет основная потеря энергии идет через стеклопакет так как он имеет большую площадь соприкосновения с улицей вот этому нужно делить особое внимание здесь как бы изначально был теплотехнический расчет помещения с этим учетом было спроектировано отопление с учетом большого остекления межэтажное перекрытие выполнено пустотными плитами конструкция дома позволяет сделать правильную раскладку плит также здесь выполнена монолитная железобетонная лестница на второй этаж почему выбрали плиты основа полагающий это был финансовый фактор да то что плиты выходили достаточно дешевле чем монолитное железобетонное перекрытие плюс скорость монтажа на коробку данного дома без внутренней отделки то есть на фундамент стены кровля фасады было потрачено порядка 6 миллионов рублей при постройке данного дома можно незначительно снизить его стоимость путем простых экономий тех же самых закупки материалов в зимний период кирпич и кирпич стеновой материал блоки то есть зимой идут обычно акции и можно сделать проплаты и оставить там те же самые блоки зимним хранением производстве но либо если есть возможность то можно вывести их на объект также оптимизировать стройку позволяет хороший проект дома в котором все рассчитано до мелочей и не нужно ничего переделать и в процессе стройки не будут возникать непредвиденные расходы понравился ролик ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик чтобы быть в курсе всех новых видео на форум house и мы всегда рады вашим комментариям на форум house и мы всегда рады вашим комментариям пока вы не подписывайся на наш канал и мы увидим подписывайся на